Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, и я рад дать интервью игровому порталу goha.ru. Но прежде два пояснения. Во-первых, мы договорились, что моё видео, а их текст. Поэтому, если вы хотите прокомментировать мои ответы, как-то отреагировать на это интервью, то вам придётся перейти на сайт goha.ru, ссылка на который находится в описании внизу, или в первом комментарии, который я оставлю, и комментировать только там. Под видео у меня на канале комментарии будут отключены. И второй момент. Вы можете, конечно, смотреть это видео, но оно также будет и в тексте, опять же, по той ссылке. Так что сами решайте, как вам лучше. Либо смотреть меня и слушать, либо прочитать интервью текстово по ссылке на goha.ru. Ну а так, я благодарен этой возможности, и сейчас буду отвечать на вопросы модератора сайта Лекса, который он будет задавать как голос с неба. Ну а сегодня в Беларуси 3 июля, день независимости, поэтому я сейчас пойду в лесок, буду с родственниками праздновать то, что от беларусов в этом мире ничего не зависит, и параллельно давать интервью. Лекс, за тобой слово. Приветствую, Алексей. Спасибо, что согласился ответить на наши вопросы. Так как не все пользователи портала goha.ru знают о твоём канале, не мог бы ты кратко рассказать о себе и о контенте, который ты создаёшь? Спасибо, Лекс, что пригласили меня ответить на ваши вопросы. Ну а зовут меня Алексей Альбертович Халецкий, я гражданин Республики Беларусь и веду канал Лёша Играет, который посвящён в основном пошаговым стратегическим играм. Я стараюсь показывать обзоры на эти игры, стараюсь в них играть как можно лучше и рассказывать о других играх, которые мне нравятся. Лёша играет, он про то, чтобы играть. Человек, играющий, это про меня. Давай следующий вопрос. Нетрудно заметить, что большая часть твоего контента посвящена серии Цивилизейшн. Что повлияло на твоё решение сделать канал, сосредоточенный на одной конкретной серии? Ты заметил, что эта ниша пустует или правда так сильно любишь Циву? Ну, мой канал, конечно, не посвящён только Цивилизации, но в основном да. Начал создавать контент по ней просто потому, что мне эта игра нравилась. Хотя первые видео на моём канале были посвящены NBA 2K, вообще спортивному симулятору. Начал делать по Циве не потому, что ниша была не занята, а я заметил, что люди просто не очень понимают, что в этой игре есть много граней, большая глубина. И мне захотелось это показать с помощью гайдов. То есть я вначале не игровые ролики делал, а именно гайды, рассказывая о стратегиях развития. И это оказалось востребованным, хотя мне постоянно писали, что никто не будет смотреть видео о пошаговых играх Пили, Доту или Майнкрафт. Помимо Цивилизации и других стратегий, ты также делал серию роликов, посвящённых классическим RPG. Есть ли RPG, выхода которых ты сильно ждёшь в данный момент? Ну, я бы не сказал, что я вообще жду выхода каких-либо игр. Просто потому что ожидание выхода игры несколько иррационально. Ты ждёшь, ждёшь, а потом выходит не то, чего ты ожидал. Я бы сказал, что я просто обращаю внимание на анонсы интересных ролевых игр, но стараюсь не особо смотреть их трейлеры, видеоролики, читать обещания разработчиков. Именно поэтому я не очень был разочарован в Тормин Тайцов Нуменера. Мне просто было жалко времени, которое я потратил, разбираясь с этой игрой. Кстати, отправляю вас посмотреть мой обзор, обязательно найдите на канале. Интересно, что получится из игры Cyberpunk 2077 у наших любимых поляков из CD Projekt. Но это скорее не ожидание, а просто надежда на то, что выйдет очередной хороший продукт. Тем более, что Cyberpunk не прямо уж такая ролевая игра, как и Третий Ведьмак. Это скорее адвенчура с ролевыми элементами. А ещё надеюсь, что удастся создать наконец-то современный проект у Iron Tower Studio. Это те ребята, которые выпустили отличную ролевую игру Age of Decadence, которая, правда, устарела лет на 10. Сейчас они разрабатывают игру The New World. Обещают, что это будет пошаговое научно-фантастическое RPG, вдохновлённое хайнлайновскими пасынками неба. В российском переводе этот роман больше известен как «Пасынки Вселенной». Вкратце, космический корабль с поселенцами отправлен в далёкую Солнечную систему, должен долететь за 60 лет, но там происходит переворот. Из-за этого полёт намного-намного удлиняется, проходят многие столетия, и следующие поколения уже воспринимают корабль как весь мир. Кстати, когда я читал этот роман, мне казалось, что по этой книге может получиться хорошая ролевая игра. Надеюсь, у Iron Tower Studio получится. Предполагаю, что будучи фанатом цивилизации, твоим кумиром является папа этой серии Сид Мэйер. Если бы у тебя была возможность лично задать ему два вопроса, что бы ты спросил? Ну, я не скажу, что я являюсь фанатом цивилизации, и что мой кумир Сид Мэйер. Фанаты, они будут покупать всё угодно и хвалить то, от чего они фанатеют в любом случае. Я всё-таки стараюсь критически смотреть на вещи. Несмотря на то, что в названии игры стоит имя и фамилия Сид Мэйера, я не скажу, что он мой кумир. И если задавать ему именно два вопроса, то давайте первый будет, не надоело ли ему делать всю жизнь одну и ту же игру. Да, я знаю, что под шильдочкой Сид Мэйера выходили и другие игры, типа Пиратов, или Колонизейшн, или недавние Сид Мэйер Старшипс. Но по-хорошему, на данный момент и в последнее время самым популярным и известным продуктом является цивилизация. Другое дело, что знатоки знают, сам Сид Мэйер приложил руку только к первой части, и так частично ко второй. Все остальные просто носят его имя, а геймдизайнерами выступали совершенно другие люди. Например, в шестой части ответственным был Эд Бич. Ну, а второй вопрос. Наверное, в какую стратегию сам Сид Мэйер наиграл больше всего времени, и в какую ему хочется возвращаться и возвращаться? Хотя, если мы заговорили о кумирах и геймдизайне, то я все-таки отмечу, что не всегда был симпатичен Питер Молиньо. Не как мужчина, а именно как геймдизайнер. Вот у этого парня оригинальные необычные идеи воплощаются в оригинальные необычные игры. Ну, не всегда, конечно, они успешны, но то, что это будет интересно, и на каждую новую игру Питера Молиньо надо глянуть, это точно. Главное, на твой взгляд, нововведение шестой цивилизации. Как бы выглядела твоя идеальная цивилизация 7? Главных нововведений в шестой цивили два. Первое это районы, а второе это ветвь культуры, технологическая или социальная, как угодно это можно назвать. Другое дело, что оба они все-таки какие-то немножко куцеватые и не доведены до масштабных прям нововведений, и шестая цивилизация, по моему мнению, все равно остается каким-то аддоном к пятой. Но, тем не менее, это важные, важные извинения, которые делают игру глубже. С другой стороны, мне бы хотелось, чтобы социальная ветвь не была такой отдельной, а как-то совместно с технологиями шла. То есть, когда за открытие какой-то технологии надо было бы заплатить определенное количество очков науки и определенное количество очков культуры. Но, что имеем, то имеем. Ну, а по поводу моей идеальной седьмой цивилизации, извините, я не геймдизайнер и не разработчик игр. Я журналист и тот, кто их критикует. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. И разработчикам, геймдизайнерам лучше видно, какая седьмая цивилизация будет классной. Наверняка ты уже неоднократно отвечал на этот вопрос, но если кто-то из наших читателей не в курсе, скажи, пожалуйста, еще раз. Какая нация является у тебя любимой в цивилизации? И почему? Ну, тут все просто. Мне больше всего нравится играть за ту нацию, за которую я давно не играл. Хочется испытывать новые возможности. И этим, кстати, цива и хороша, что в ней очень много стратегий, много возможностей, много цивилизаций. Давно не играл за какую-то циву. Она у меня самая любимая. Глобальная стратегия – это жанр, который, с одной стороны, не интересен широкому кругу геймеров, а с другой – раз за разом собирающий приличную кассу своими самыми громкими тайтлами. Та же цивилизация, игры компании Paradox. Как бы ты охарактеризовал его изменения за последние пять лет? Регресс это или прогресс? Ну, как-то в вопросе противоречия уже сразу слышится. Как же он не интересен широкому кругу, если собирает миллионные продажи? Напомню, что за прошедший год, 2016-й, в топ-5 лучших продаж вошли шестая цива и вторая – XCOM. Как раз две игры Firaxis. Конечно, XCOM – это не глобальная 4X стратегия, но тем не менее, и прогресс в игр очевиден. Именно поэтому в последнее время их стало выходить так много. Другое дело, что не все разработчики понимают, что надо вносить какие-то изменения. Это лет 20 назад игрокам было интересно с цифрами играть. И поэтому, по моему мнению, Galactic Civilizations 3 – несколько устаревшая игра, и она не так популярна, как хотелось бы. Они просто взяли, выпустили ее на новом движке. Но это игра в цифры, это XL. А чтобы проект был действительно популярен у широкого круга игроков, вы должны вносить в него что-то новое. Как бы это банально не звучало. И, например, тот же Stellaris, он почему интересен? Хотя там довольно простая механика, потому что это ролевая стратегическая игра. Вы отыгрываете роль каких-то инопланетян. Endless Space же второй берет другим. Там квесты, развитие истории и многое положено на проработку тех цивилизаций, за которые вы играете. Или тех фракций, лучше сказать. И видно, что у игроков к этим играм есть большой интерес, много разработчиков занимается их выпуском. Не у всех получается. Опять же, могу вспомнить, там, Dawn of Andromeda, недавний проект. Но, в принципе, прогресс налицо, это радует, и играть нам есть во что. Фича, которую ты ждешь в жанре 4Х и глобальных стратегий больше всего. Например, у нас на форуме недавно поднималась тема о поиске стратегии, где счастье населения было бы не просто механикой, а главной целью игры. Пожалуй, я бы хотел, чтобы как можно больше игровой информации представлялось не в виде цифр, а какими-то игровыми событиями. Ну, для примера, в той же цивилизации есть такое понятие, как демография. Когда ты открываешь эту самую демографию, видишь, сколько у кого производства, сколько у кого еды. Ну, не у всех, у первого, последнего места, но тем не менее. И вот это несколько сбивает с настроя. Было бы классно, чтобы эта информация была скрыта, но с другой стороны, чтобы вы понимали, что у кого-то много производства, много денег или, наоборот, мало. И, например, если человек начинает производить, в определенный момент, в древнее время, 50 яблок. Идет сообщение, что в такой-то стране, а если вы ее не нашли, то это неизвестная страна, бум сельского хозяйства, и этому человеку еще какой-нибудь бонус был бы. То есть побольше информации, которая бы базировалась на механиках игры, но при этом хорошо вписывалась в мир, в котором эта игра происходит. Это и убирает вот эту игру в таблице Excel, которая присутствует во многих пошаговых стратегиях, добавляет атмосферы и становится интереснее, то есть больше такой внеигровой информации. Вот этого бы мне хотелось в глобальных стратегиях. Алексей, я знаком с людьми, у которых жанр стратегий, глобальных и не только, ассоциируется исключительно с игрой против искусственного интеллекта. Есть же игроки, которых жанр интересует исключительно в разрезе мультиплеера, командного, кооперативного или популярного у тебя на канале Free4All. Какой режим игры ты назвал бы любимым для себя и почему? Ну, мне вообще нравятся все режимы игры, если они нормально сделаны. Когда игра выходит, то партия против искусственного интеллекта. Когда ты в ней разобрался, то уже интересно с живыми соперниками играть. Другое дело, что в последнее время искусственный интеллект в пошаговых стратегиях стал какой-то совсем уже искусственный. Он практически не бросает вызова. Вот в шестой цивилизации, например, как только игра вышла, я сразу сыграл на божестве и сразу победил. Но это совершенно не дело. Нельзя сказать, что я профессионал в этих пошаговых стратегиях и хорошо понимаю игру. Нельзя вот так сразу, не должно на последнем уровне сложности побеждаться. Ну, это прям какой-то, не знаю. Это во многих играх, на канале Space 2 последний тоже слишком легок оказался. Поэтому получается, что против человека просто сложнее и интереснее играть. Хотя я не считаю, что те, кто играет против искусственного интеллекта постоянно, что они себя чем-то обделяют. Если им нравится, это хорошо. Чем больше режимов у игры, чем больше человек может в себя развлечь, тем лучше. В дополнение к предыдущему вопросу. Основываясь на чем, по твоему мнению, разработчикам стоит оттачивать баланс? Исключительно на мультиплеере? Или же балансировать на игре против сверхумного или даже читерного искусственного интеллекта? Может быть, в равной мере для обоих режимов? Конечно, желательно, чтобы баланс был одинаков для всех режимов. Но изначально, несомненно, против искусственного интеллекта. И вообще, как мне кажется, при современном развитии коммуникаций, разработка игры должна базироваться на трех столпах. Первая — это интересная идея. Вторая — это техническая реализация. И третья — это коммуникация с игроками. То есть игра может выйти и с кривым балансом. Но если в нее интересно играть, ее исследовать, то игроки очень быстро своими сообщениями этот баланс поправят. И разработчикам достаточно просто на всю критику реагировать и выпускать как можно быстрее патчи. И это вполне устроит всех — и игроков, и разработчиков. Можно даже, как поступают многие разработчики, выпустить игру в раннем доступе. И это вроде как и честно, что она неполная, но и можно сбрасывать все проблемы с игрой на то, что это ранний доступ. И таким образом довести баланс до ума. Но если она технически плохо сработана, постоянно вылетает и в саму игру играть неинтересно, то уж извините, ничего из этого не выйдет. Чтобы познакомить наших читателей поближе с твоим контентом, давай поговорим предметно о каком-нибудь одном из самых популярных твоих роликов. К примеру, об этом. Сколько примерно часов ты тратишь на запись и монтаж видео такого формата? Делаешь ли все сам или привлекаешь к работе кого-то еще? Блин, вот так я и знал. Так я и знал. Даже по этому поводу делал специальное видео, почему на ютубе популярны плохие игровые видео. Вот сейчас Лекс, как видите, выбрал ролик. Он просто зашел в видео, отсортировал их по самому популярному и выбрал ролик, который набрал больше всего просмотров на моем канале. Но по моему мнению, по моему мнению, это видео плохое. Ну, лучше так сказать, оно среднее. Оно не показывает вообще ни мои возможности, ни мой канал. Я просто, когда вышла шестая цивилизация, решил сыграть на божестве против компьютера. И в этот же день выложить это видео. Ну, просто посмотреть, как игра работает, только вышедшая. Или, как говорят в этих ваших интернетах, хайпануть. В итоге, это видео самое популярное. А почему? Потому что мой канал посвящен циве. Если игрок ищет какое-то видео по цивилизации, то он вводит поиск ютуба. Ютуб думает, ага, вот у парня самый популярный канал по циве. Давайте с этого канала дадим самый новый ролик про самую новую игру. И, пожалуйста, это видео набирает самое большое количество просмотров. Хотя оно неинтересное. Вот прямо я вам скажу. Есть намного более классные видео у меня на канале. Гайды по шестой циве. Но нет. Вот это видео. Лекс сейчас обсуждает у меня в интервью. Это не придирка к Лексу. Естественно, он не будет копать прям в глупом. Видите, что это видео популярно. Но вопрос получается о том, что на ютуб реально хорошим видео очень сложно пробиться. А хорошее видео невозможно сделать в тот день, когда игра вышла. С ней надо разобраться, понять, как она работает, какие в ней механики. И только после этого появляются хорошие видео. Но они уже никому не нужны. Типа, в кавычках, никому не нужны. На самом деле они нужны людям. Но схема работы сервисов, социальных сетей, ютуба и прочих, их просто не поднимает вверх. И поэтому мы имеем то, что посредственность всплывает наверх. Я говорю это даже на основе своего канала, своего видео. Прекрасно понимаешь, что вот это видео не самое лучшее совсем. Хотелось бы поинтересоваться, Почему на канале ты обходишь вниманием такие популярные стратегические серии студии Paradox, как Europa Universalis и Crusader Kings? Они чем-то тебя не устраивают? Ну, как я отвечал на предыдущий вопрос, чтобы делать что-то хорошее и интересное, как мне кажется, в этом вопросе надо разбираться. Ну или есть другой тип, другой тип видеоблогеров, которые поржать чисто, да? Я немножко не такой, я ведь невеселый парень. Меня не смешно слушать. Мне надо в игре разбираться. Чтобы разобраться в игре, мне надо долго играть. Если игра не идет, если она по какой-то причине не западает тебе в душу, то, соответственно, я не смогу ее нормально показать. Я не говорю, что Европа Универсалис или Crusader Kings или Виктория, они какие-то плохие игры. Вот почему-то они мне не заходят. Возможно, это со временем изменится. Тем более вот Stellaris, тоже игра от Paradox вот так вот, что-то вообще зашибись получилось. А если выбирать между Европой Универсалис и цивилизацией, то мне цива больше по душе. Но это не показатель, что одна игра лучше, а другая хуже. Вообще, в моем понимании, есть только два критерия для игр. Она тебе нравится или она тебе не нравится. Все. Она может быть плохой, но тебе в нее интересно играть, реально. У него могут быть низкие оценки в стиме, но тебе интересно в нее играть. И наоборот. Есть же люди, которые в третьего Ведьмака не играют, и он им не нравится. Вы представляете себе? Я уже молчу о том, что цива не всем нравится. Это вообще уму невообразимо. Как так может быть? Так что, извините, но вот как-то так получилось. Не кажется ли тебе, что лозунг твоего канала «Умные игры» с Лешей Халецким несколько элитарен? Скажем так, нарочно ли он выбран с некоторой провокацией? Мол, у нас тут только «Умные игры» для умных людей? Ну, тут надо несколько пояснить. Это не про элитарность вопрос. В моем представлении «Умные игры» — это просто те, в которых надо думать. В которых надо конкретно думать, хорошенько. И это не значит, что если ты не играешь в «Умную игру», она плохая. Ну, давайте вот «Контерстрайк». В моем представлении это все-таки больше игра на реакцию, на движение. Это экшен. Конечно, есть игроки, которые лучше играют, которые хуже. Дота, в некотором смысле League of Legends, для любых мобов. Я уверен, что хорошие игроки в них — это тоже в свое родо стратеги. Но большинство все равно в них играет для того, чтобы скоротать полчаса своего времени и просто покликать мышкой. Удовольствие от размышлений — это наравне, как и удовольствие от физической работы, как и удовольствие от экшена. Это равные виды удовольствий по-хорошему. Просто так получилось, что вот у меня специализация на игры, в которых надо думать. В которых надо серьезно думать, разбираться, узнавать стратегии, которые многомерны. Но это не значит, что это лучшие игры на свете. Или что люди, которые играют в стратегии, они чем-то лучше, чем те, кому больше нравится экшен. Я люблю и в Бэтмена поиграть, и в НБА поиграть, и в того же Ведьмака третьего. Просто хорошая игра, она будет интересна всем на самом деле. Но мой канал посвящен умным играм, в которых надо думать. Это не значит, что он только для умных людей. Хотя нет, ладно, что я буду греха тратить. Лучше пускай ко мне умные люди заходят, чем дебилы. Но в этом плане и происходит отсев аудитории. То есть те люди, которые у меня в комментариях общаются на тему игры, которые как-то критикуют или наоборот помогают разобраться, мне приятно с ними общаться. Это действительно приятная аудитория. Это хорошо. Ну, конечно, никогда не стоит зарекаться, но прямо сейчас у меня никаких желаний делать какие-то игры или податься в Игрострой не присутствует. Как я и говорил, я больше журналист. У меня есть желание скорее собирать комьюнити любителей пошаговых стратегий и, возможно, создать какую-то платформу, где они бы могли нормально находить себе соперников и играть, и общаться. Потому что почему-то создатели пошаговых стратегий этим не заморачиваются особо. Не создают там лобби вменяемых, не создают правил, не заботятся о своих играх хорошенько. Вот это было бы интересно лично мне. А создать игру – это лучше разработчиков, как я уже говорил, оставить. Каждый должен заниматься своим делом. Так что пока, ну, опять же, не зарекаюсь, не зарекаюсь. Мало ли, что еще в жизни случится. Но пока нет. Блиц вопрос. Блиц. Так, сейчас дай-ка. Поготовлюсь, чтобы быстро отвечать. Готов. Stellaris или Endless Space 2? Сразу как-то ты меня в тупик первым же вопросом поставил. Я не могу тут выбрать обе – и Stellaris, и Endless Space 2. Тут без вариантов. Давай следующий. Арканум или Planescape Torment? Здесь все-таки Planescape Torment. Ну, мне как-то ближе. По-моему, Аркануму не хватило некоторой завершенности. И такой, по-хорошему, графоманство Криса Авалона, который, как говорят, написал практически весь текст для Planescape Torment. Так что, Planescape Torment, Арканум тоже отлично играет. Отличный, но Planescape круче. Алексей, я заметил, что в последнее время на твоем канале стали появляться видео, не имеющие отношения к играм. Обзоры кино, отчеты о путешествиях, мнения о каких-то событиях. Тебе просто захотелось поделиться мыслями со своими зрителями? Или же ты намеренно расширяешь нишу, которую занимает твой канал? Ну, тут, Лекс, ты не прав. Видео не про игры. Появились не в последнее время, а были с самого начала канала. Я сразу решил, что мне хочется делать видео и про историю, и про политику, и про кино, которое я смотрю, или книги, которые я читаю. И причины тут две. Во-первых, я не считаю, что надо плодить сущности, то есть делать какие-то отдельные каналы по разным темам. Видеоблогинг подразумевает взгляд человека на ту или иную проблему, на ту или иную игру. И то, что у меня на канале больше игр, означает всего лишь, что мне именно такие видео нравится больше делать. Ну, а во-вторых, это моя аудитория. Как ни странно, не только вы выбираете, каких видеоблогеров смотреть, но и сами видеоблогеры собирают свою аудиторию. И грех не воспользоваться тем, что, по-моему, у меня среди зрителей думающие и интересные люди, которые в комментариях к моим видео по тому или иному вопросу выскажут оригинальную необычную мысль, до которой я сам не додумался. Это тоже очень-очень интересно. Тем более, что я все равно стараюсь делать эти рубрики оригинальными. Например, Леша смотрит, записывается буквально через несколько минут после выхода из кинотеатра, чтобы поделиться свежими впечатлениями. И понятно, что я не собираюсь конкурировать с профессиональными кинокритиками. Моменты истории фокусируются на каком-то событии в жизни нашей планеты, которое очень сильно повлияло на наше развитие. В рубрике «Мнение дилетанта» я стараюсь обсуждать со своими зрителями то, что происходит сейчас в мире. И хотя мне говорят, что политики не место на игровом канале, но я всегда считал и считаю, что политика — это и есть наша жизнь. И обсудить с умными думающими людьми, которыми я считаю своих зрителей, нашу жизнь, причем с такой большой уже довольно аудиторией, которая меня есть, по-моему, очень важно. Поделиться впечатлениями о путешествии в моих видео Леша путешествует, либо порекомендовать что-то интересное в рубрике «Леша рекомендует». Тем более, что, опять же, в комментариях меня поправят или добавят еще что-нибудь. По-моему, это важно — не зацикливаться на одной какой-то теме. Видеоблогер будет интересен именно тогда, когда он рассказывает о том, что интересно ему самому. Именно таким девизом я и пользуюсь, создавая новые видео, даже если они не про игры. Алексей, огромное тебе спасибо за интервью. Пожалуйста, несколько слов нашим читателям напоследок. И тебе, Лекс, и порталу Гоха.ру большое спасибо за интервью. А читателям и моим зрителям хочу сказать — играйте в умные игры. Ну и заходите на мой канал, смотрите. Возможно, вы станете моим подписчиком и зрителем. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!